Мертвые души по-карагандински. Жители стали жаловаться на неожиданно появившихся лишних людей в квитанциях. При отсутствии приборов учета дополнительные члены семьи кратно увеличивают начисления. Как так выходит, разбиралась Ирина Вобещевич. Впервые посмотрела бумажный вариант квитанции, до этого всегда оплачивала в Каспии приложение. И в Каспии приложение невозможно проследить количество людей. А посмотрев бумажный вариант, который не всегда доносит до почтового ящика, я обнаружила, что у меня, я плачу за двоих. Светлана учительница не хотела бы называть фамилию, показывать лицо. Вот уже несколько месяцев подряд она сокрушается, что за воду, холодную, горячую, ей стали приходить баснословные суммы. Квартиру приобрела лет 15 назад и оформила на себя, как положено. До этого в ней жила одинокая бабушка и тоже чистилась одна. Я это списала на повышение тарифов, потому что постоянно об этом говорят, пишут, что увеличивается тариф. И, соответственно, я так и подумала, ну надо же, как подняли тарифы. Я позвонила в расчетный центр диспетчеру, и мне сказали, принесите документ о том, что вы проживаете, прописано одна. Но это уже будет на следующей квитанции только, я так понимаю, распространяться. Я считаю, что это намеренное мошенничество, потому что увеличить таким образом оплату, можно только увеличив количество людей. И проследить это очень сложно, зная, что люди все платят через КАСП и приложение. Светлана не устанавливала счетчики, так как говорит, что это ее личное дело и право. Подняв эту тему в своем кругу, она неожиданно выяснила, что аналогичная ситуация у подруги. Она тоже живет и прописана одна. Из-за конструктивных особенностей разводки водомеры не установлены, и с апреля ей повесили мертвую душу. Так что весь теплый сезон она дополнительно платила за несуществующего человека за холодную воду. А в отопительный сезон еще и за горячую. И только сейчас поняла, что ей изменили число людей. Нами еще до репортажа были предприняты меры. Мы увидели то, что количество людей было изменено по какому-то акту обследования. Давайте поподробнее, что это значит по какому-то акту обследования? Что это за документы такие, которые появляются в гидрообследовании? Сотрудники энергостабжающих организаций, в частности, по изменению количества по данному адресу, с одного на двух человек, было произведено в апреле месяце по акту, представленному Караганды-Су. После этого, когда нами это было выявлено, мы проверили, это было еще сделано до, подчеркиваю, данного репортажа. И по данному адресу уже произведен перерасчет. В компании водного монополиста объяснили приписки людей к тем, кто не пользуется счетчиками. Масштабная инвентаризация. Якобы необходимо в обязательном порядке устанавливать индивидуальные приборы учета согласно закона, по которому потребитель услуг субъекта естественных монополий обязан иметь приборы учета. Так, в ходе обхода инспекторами и контролерами устанавливалось фактическое количество проживающих человек и составлялись соответствующие акты. В дальнейшем поставщик определяет согласно акта количество недополученной воды. В случае несогласия потребитель вправе обратиться с письменным заявлением к услугодателю с приложением сведения с электронного правительства ЕГОВ о регистрации по месту жительства и месту временного проживания. После рассмотрения заявлений услугодателям в сроке, предусмотренные законом, потребителю будет предоставлен ответ в письменном виде по месту жительства. Служба сбыта ТО Карагандысу. Также объяснили, что имеются прецеденты умышленного сокрытия потребителями фактического количества проживающих лиц. А вода, цитирую, «ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания, воду надо беречь и рационально использовать». В компании, очевидно, забыли об утечках по всему городу, когда люди неделями, а порой и месяцами не могут добиться устранения аварии, при этом столь ценные кубометры воды их мало беспокоят. Ирина Вобещевич, Миражума Муратов, Николай Шевелев, 5 канал.